Факты. Явления. Технологии. События. Всё это можно объяснить за 900 секунд. Не верите? Сейчас мы попробуем вам это доказать. Александр Короткевич. Кандидат физико-математических наук. Профессор математики Университета Нью-Мексико, США. Автор более 30 научных работ. Основоположником современной космонавтики считается Константин Циолковский. Какие принципиально новые идеи были им высказаны? Споры идут до сих пор. Что считать новыми? А что можно сказать, что было высказано до него? Ну, например, формула Циолковского точно была высказана до него. Хотя, это, пожалуй, самая знаменитая вещь. Вот. А с другой стороны, у него есть действительно новые идеи, которые были высказаны, например, пакетная организация ракетоносителей, многоступенчатые ракетоносители, то, что он называл ракетные поезда. Для поклонников, например, Илона Маска будет интересно узнать, что у него вот реализация этого ракетного поезда была следующая, что стартует много-много ракет, связанных как бы вместе. То есть наподобие пакетной организации, как вот у Союза устроено, у ракетоносителя Союз. А, соответственно, когда у части этих ракет остается половина топлива, то оставшаяся половина перекачивается в другие ракеты, а эти ступени садятся. Как раз то, что сейчас делается. Вот. И дальше летит остаток ракетного поезда, так называемого. Опять, когда половина получившегося топлива из расхода, она опять всё перекачивается, ступени садятся. Вот. Ну, естественно, до сих пор это не применяется, но смысл такой, то есть такая идея, она довольно интересная и в каком-то виде была даже реализована. Вот. Соответственно, другие идеи Константина Эдуардовича, которые до сих пор не реализованы, но, пожалуй, никто их не отрицает. И, наверное, так оно всё и будет. Во-первых, выращивание как еды, так и использование для переработки СО2 в кислород оранжевей на космических станциях и использование центростремительного ускорения для создания искусственной гравитации на космической станции при длительных полётах, что, естественно, необходимо. Датой начала освоения космоса считается 4 октября 1957 года, день запуска в космос советского аппарата «Спутник-1». Что это был за «Спутник» и что означал этот запуск? «Спутник» на самом деле назывался «ПС-1». «ПС-1» означает «простейший спутник», первая модель. Вот. На «Спутнике» не было практически никаких научных приборов, за исключением двух радиопередатчиков, которые работали на разных частотах. И, соответственно, изучалось прохождение радиоволн от этого «Спутника» на разных частотах. И таким образом можно было изучить параметры ионосферы, например. Но главное, естественно, достижение было то, что искусственный спутник был выведен на орбиту Земли. То есть, пожалуй, научный результат был, может быть, не настолько высок, потому что спутник действительно был простейший. Но сам факт того, что получилось создать ракет-носитель, который может вывести спутник на орбиту Земли, это, конечно, было огромное инженерное достижение. Через месяц после запуска «Спутника-1» на борту второго искусственного спутника Земли на орбиту отправилось первое животное — собака Лайка. Как прошел полет и что поняли люди? Лайка прожила меньше времени, чем было запланировано. Должна была прожить несколько дней, но погибла там через несколько часов, если я не ошибаюсь. Во-первых, поняли, что была ошибка в расчете, и система терморегуляции не работала достаточно хорошо. И фактически просто внутри спутника температура достигла примерно 40 градусов, и животное погибло. Более того, сначала не верили, что была ошибка в расчетах, и потом комиссия, которая с этим разбиралась, провели эксперименты, в которых погибло еще двое животных. Но главное, что поняли, что хотя бы в конечное время живое существо может выжить в условиях невесомости. И это было начало фактически разработки систем жизнеобеспечения, которые, естественно, позже привели к тому, что были разработаны системы жизнеобеспечения для первых космических кораблей, на которых полетели уже люди. 12 апреля 1961 года совершен первый полет человека в космос. Говорят, что до Гагарина тоже были попытки запустить человека. Это правда? Нет. Ну, по крайней мере, для этого нет никаких документальных подтверждений. Утверждать же можно все, что угодно. Как проходил полет Гагарина? Полет занял 108 минут. Казалось бы, не так много. Но на самом деле полет был очень большим достижением. Во-первых, масса корабля, которая выводилась, была с человеком вообще первый раз, но и масса корабля довольно большая. Но главное, что надо понимать, риск был очень велик в этом полете. Поэтому, когда говорят, что вот, почему Гагарина так превозносит и так далее, он очень рисковал. И это понимал прекрасно Сергей Павлович Королев. Потому что к тому моменту статистика удачных пусков была порядка 50%. Более того, предыдущие пуски, какая-то часть была неуспешной, и Гагарина запустили после двух успешных, всего двух успешных пусков. Полет проходил более-менее по программе. Единственное, орбита немножко отличалась от расчетной. Считалось, что если космонавт погибнет, или что-то с ним случится, и не сработает автоматика, то корабль должен был его орбиты деградировать, и он должен был войти в атмосферу и спуститься через 14 дней. И на этот срок рассчитывались запасы. Корабль «Восток-1» должен был войти в атмосферу через 20 дней. То есть вот этого запаса уже не было. Но автоматика сработала, ну, по крайней мере, достаточно хорошо. Корабль начал спускаться. Единственное, что корабль затормозился немножко меньше, чем было рассчитано. В результате точка посадки была другой. Не произошло автоматического разделения приборно-двигательного отсека и спускаемого аппарата. Фактически потом перегорели соединительные кабели, и по термодатчикам от нагрева, когда уже все начало нагреваться, произошло уже разделение, а не как это было задумано до этого. К чему это привело? Это привело к тому, что в начале спуска корабль куркался примерно с периодичностью раз в секунду. А перегрузка была примерно 8-10 «Ж», то есть 80-кратная перегрузка. Но «Гагарин» был к этому готов. И, соответственно, дальше единственное, что было нерасчетный район посадки. И после катапультирования на определенной высоте воздуховод, клапан, который должен был открыться в скафандре, после того, как отсоединился воздуховод в спускаемом аппарате, он не открылся. То есть была какая-то опасность тоже, что космонавт может задохнуться. Теоретически из-за нерасчетного района посадки мог приземлиться космонавт в «Волгу». «Волга» в апреле, вообще говоря, не теплая. Ну, соответственно, «Гагарин» был опытный парашютист. Он смог, управляя парашютом, сесть где-то там в полутора-двух километрах от берега. Какую теоретическую и практическую информацию дал первый полет человека в космос? Что человек может находиться в космосе без существенного вреда для здоровья, хотя бы психического. Что человек может есть, пить, производить наблюдения и так далее. Следующие полеты, они были на большее время уже. Этот полет был совсем сравнительно короткий, один виток. Но, тем не менее, это уже было огромнейшее достижение. Вслед за Юрием Гагариным в космос отправилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Чем отличаются эти два полета? Полет Гагарина был гораздо короче. Вот. В этом смысле полет Терешкова был по другой программе, но сказать, что там было какое-то супер кардинальное различие, я не могу. Леонов был в открытом космосе 12 минут. Что он там делал все это время? Ну вот, в частности, входил потом в шлюзовую камеру и разворачивался. Но, в том числе, снимал Землю, снимал космический корабль. Ну, то есть, идея была проверить, что человек может находиться в открытом космическом пространстве. В 1969 году американец Нил Армстронг и Бас Олдрис стали первыми людьми, которые высадились на Луну. Однако, не все верят в это. Почему появилось недоверие к этому историческому событию? И кто же все-таки первым вступил на поверхность Луны? Ну, мне кажется, во-первых, Нил Армстронг вступил первой. Вот. А недоверие, наверное, появилось от отсутствия у людей веры в науку. Это известно. И наши, в том числе, наблюдали это. Что люди высадились. Там были радиопереговоры. Все это было. Советская станция Марс-3 первой ступила на поверхность Красной планеты. Какие преимущества открылись перед советскими космологами? С Марсом-3 на Марс был доставлен первый марсоход. Назывался прибор определения проходимости. М. Марсианский. Проб М. Вот. И марсоход был оригинальной конструкции. То есть он был скорее даже не марсоход в нашем нормальном понимании, как мы представляем сейчас, с колесиками, которые едут, да? А он шагал. То есть он там вот такой вот был интересный механизм передвижения. Во время всего спуска передавалась информация о температуре, о давлении, в каком-то смысле о составе атмосферы. Вот. И таким образом новые данные были получены. То есть прямой промер атмосферы – это, конечно, очень существенный научный результат. Несмотря на то, что в настоящее время именно Марс считается перспективным направлением, раньше все надежды связывали с другой планетой – Венеры. Первый спуск советского аппарата на Венеру, однако, их развенчал. Почему? Потому что оказалось, что там очень жарко и очень большое давление. Ну, то есть, так, если грубо, температура чуть меньше 500 градусов по Цельсию плюс, то есть вода кипит при 100, а здесь 500. Вот. И, соответственно, давление примерно в 100 раз больше, чем на поверхности Земли. Вот на 1986 году Советский Союз вывел на околоземную орбиту базовый блок станции «Мир». Почему больше никто не смог это сделать? Везет тому, кто везет. Так и здесь. До станции «Мир» была череда станций «Салют». Они были как гражданские, так и военные, между прочим. Вот. И, соответственно, на них отрабатывалась куча технологий, которые необходимы для долговременной орбитальной станции. Более того, даже для гражданских станций там было два поколения долговременных орбитальных станций. И без этой работы станций «Мир» бы не было. Потому что все было основано на технологиях, которые развивались на нескольких, то есть сколько, семь штук было орбитальных станций до станций «Мир». «Салют-1» и так далее до «Салют-7». Это был проект создания средства доставки атомного оружия, то есть баллистической ракеты. И «Р-7» стала как раз такой межконтинентальной баллистической ракетой. Но разрабатывал ее Сергей Павлович Королев. А у Сергея Павловича Королева, как я понимаю, всегда в голове сидело, что он хотел заниматься космонавтикой. Она была сделана именно как космическая ракета, а не баллистическая. Хотя она могла работать и как баллистическая, но не очень хорошая. Но надо понимать, что сейчас летает совершенно не та ракета, которая летала в конце 50-х годов и в начале 60-х. То есть удачные вещи оставлены, но, например, электроника совершенно другая, система управления совершенно другая, все совершенно другое. Эволюционное развитие позволило этой ракете жить до сих пор и до сих пор быть конкурентной. Наше время почти истекло. Что еще нужно успеть сказать? Вот у нас есть три ближних тела к Земле. Это Луна, Венера и Марс. Если уж мы говорим о достижениях отечественной космонавтики, то интересно отметить, что первые мягкие посадки на все три тела были выполнены в Советском Союзе. Пиком, наверное, советской космонавтики были такие проекты, как Вега-1.2. Вега — это не просто название звезды, это означает Венера-Галлея. Это когда на основе предыдущего опыта была создана станция, которая сначала подлетела к Венере, сбросила спускаемые аппараты на Венеру, потом воспользовалась гравитацией Венеры для маневра и догнала комету Галлея. И посмотрела на ядро кометы, на кому и так далее, и передала просто уникальнейшие данные. Было сделано две таких станции, обе прекрасно отработали. А также был замечательнейший проект в советской космонавтике. Это проект «Энергия Буран». Тут надо заметить, что многие считают, что проект «Энергия Буран» — это копия американского шаттла. Это совершенно не так, потому что «Энергия» был отдельный ракетоноситель, а «Буран» — это был вариант полезной нагрузки для этого ракетоносителя. Ну, еще можно сказать, что надо помнить про замечательные проекты обсерваторий космических, которые были лучшими в своем классе и первыми в своем классе. Это «Астрон», это «Гранат» и, естественно, научные модули для станции «Мир». Это «Квант», «Квант-2». То есть это были просто уникальнейшие достижения для своего времени. И про них хорошо бы тоже знать, а не только про полет Гагарина. Что не умаляет абсолютно значимости полета Гагарина. Есть что добавить? Пиши в комментариях.